Привет, это я. Сейчас мне немного грустно, и поэтому я решила записать какое-нибудь видео на этот канал. И вообще, в этом видео я бы хотела показать, чем я обычно рисую на бумаге. Но смешно то, что в последнее время я не очень много рисую, даже для себя. И, ну, возможно, с помощью этого видео мне снова захочется что-нибудь нарисовать. Не знаю. И еще я заметила, что сейчас мне очень нравится смотреть такие видео длинные, где человек просто что-то рассказывает монотонно. И, возможно, это видео тоже станет таким для кого-то. Так вот, сейчас бы вспомнить, как я обычно рисовала. Но, судя по скетчбуку, в последнее время я рисую в основном, рисовала, рисую шариковой ручкой. Такой самый обычный, черного цвета. Сейчас покажу. Вот у меня все тут разложено. Мне очень нравится такая ручка. Это вроде от пилота. У нее тонкий стержень. И я очень люблю рисовать ее на парах, потому что, ну, можно так чирикать. Она не очень жирная. И, в принципе, это один из моих любимых инструментов для рисования. Вот. У меня очень много есть их. Вот такая. Тут еще есть чернила потом. Вообще, у меня просто склад в кладбище мертвых ручек шариковых. Я просто их не выбрасываю почему-то. Хотя, в основном, они все заполненные, но просто у них высохли кончики. Поэтому они не пишут. Я их не выбрасываю. Короче, я хотела показать, что у меня еще была такая одна, но не смогла. Есть такая черная, есть синяя. Синяя тоже прикольная. Надо бы купить ее. Так. Шариковая ручка. Еще вот это одно из самых лучших приобретений за последнее время. У меня, не знаю, я так люблю эту ручку. Тут четыре цвета. У меня есть вот такая, где яркие цвета, и такая, где более они, ну, как сказать, более базовые. Не знаю, это одно из лучших изобретений человечества. Можно просто менять их и рисовать. Я очень часто пишу ею на парах. Ну, как бы я пишу обычно какой-нибудь черный, а выделяю текст такими. И в ней приятные чернила такие, как бы сказать, очень мягко она пишет. Я такую очень люблю. А эта она намного дешевле стоила. Я даже не знаю, что это за фирма. Бейфа. Ну, и они немного высохли. Ну, тоже это для любителей ручек пожестче, которые пишут, чтобы прям надо было надавливать. Ну, тоже неплохая, неплохая. Потом и фиолетовая. У меня две фиолетовые ручки, хотя я не очень люблю фиолетовый цвет. Но это... Вообще вот эта фирма, она называется Paper Mate. Мне очень нравится, что тут сердечко есть. У них очень хорошая канцелярия. У меня есть такая же черная и фиолетовая. Дальше что? Так вот. Ну, обычно я рисую шариками. Потом... Вот есть еще гелевые ручки. С гелевыми у меня особое отношение, потому что я очень долго не могу найти свою любимую ручку гелевую, которая бы прям писала, как мне нравится. И не пачкалась, не размазывалась, в которой был такой не слишком жирный кончик. И я до сих пор не нашла такую. Хотя, честно, вот сейчас попробую найти. Блин. Короче, есть... Черт. Есть гелевая ручка, черная, тоже от пилота. И она была прикольной. Я ей на ЕГЭ писала. Я это запомнила. Вот. Допустим, ну сейчас у меня есть ручка. Я ее купила, потому что она... Сейчас. Она из Японии. Мне показалось, блин, ручка из Японии. Наверное, что-то прикольное и хорошее. Но в целом она иногда хорошо пишет, а иногда очень плохо. Ну, как-то тоже с такими... Вот если вести линию, то есть какие-то пропуски в ней. Это мне не нравится. Но в целом я иногда и гелевую рисую намного реже, потому что она пачкается. Но вот эта, кстати, не пачкается. Возможно, это от бумаги зависит. Потом мне подружка подарила такую ручку на Новый год. И казалось бы, она немного странная. Но в целом она прикольная. Я ей довольно часто рисую. Она как раз... У нее тонкий стержень. И она нормально пишет. Лучше, чем многие. Намного более крутые, не знаю, фирмы, бренды. Прикольно. Не знаю, что это за бренд. Это вообще какая-то новогодняя ручка. Дальше что есть. Ну, про ручки рассказала. Плюс еще... Ну, вот эту я нашла у себя. Тоже пилот. Пилот хорошая фирма. Люблю пилот. Смотрите, я рисую одинаковые лица в одинаковом положении головы. Ладно. Что еще? Ну, следующий раздел это линеры. Ну, как бы линеры это... Все знают линеры микрон. У меня их довольно много. Есть какие-то паленые. Вот, например. А это в основном оригиналы. И, ну, микрон это и есть микрон. Нормальные, хорошие линеры, которые не размываются водой. Я чаще всего рисую самым тонким. Это 0... Там видно? 0, 0, 5. Вот. Но проблема в том, что вот очень быстро стирается кончик у них. И мне стремно сильно надавливать на кончик. Не знаю. Потому что, когда... Чем дороже инструмент, тем мне как-то хочется с ним аккуратно обращаться. И, наверное, это даже плохо, потому что я не могу там разгуляться. Не знаю. Есть проблема паленых микронов. То, что они быстро засыхают. Вот, смотрите. Хотя я помню, что я заказала с Алиэкспресса целый набор микронов. И они все засохли буквально там за 2 месяца. Но потом я попыталась их сама заправить чернилами. И вроде они писали, но потом снова засохли. Поэтому, я не знаю. Если вам нечего делать, можете попробовать заправить с помощью шприца их. Так. Ну, есть еще, кстати, у микронов разные цвета. Например, красный, розовый, коричневый. Вот. Ой. И еще, возможно, знаете, есть сейчас. О, вот браш типа микрон. Но мне не нравится. Я не знаю. Типа, почему-то у меня всегда, плюс еще он засох, этот кончик распушевывается. И это просто очень раздражает. Я не знаю, как им можно рисовать постоянно. Где-то есть не высохшие, но я не буду его доставать. Ну, короче, лучше, не знаю, может, мне не везет просто с брашами, но они не очень. И, кстати, вот крутой, крутой линер еще один. Я вот эту фирму очень люблю. И это долго было моим, не знаю, как сказать, лайфхаком. У меня долго спрашивали, как у тебя, Надя, получаются такие красивые линии, тонкие, разной толщины. Как бы вот ведешь тонкую, и потом она становится толстой. И прикол весь был вот в этом линере, потому что, когда покупаешь его, у него очень толстый кончик вот этот. И линии как бы все одинаковые, одинаковые толщиты. Но со временем он как-то стачивается в бумагу и, не знаю, становится суперкрутым. Потому что вот этим сточенным кончиком получаются тонкие линии. Но если его проводить как-то под другим углом, то они становятся более толстые. Вот здесь он уже просто умирает от старости, и поэтому не очень хорошо получается. Просто могу сказать вам такой свет, что, не знаю, я люблю эти линиеры, они крутые. И если их, им немного порисовать, то они становятся только лучше со временем. Вот. Дальше что есть? Ну, эти Стабило. Это просто, я не знаю, как сказать, гелевое... Что-то среднее между линером и... А, это капиллярная ручка вроде называется. Ну, я ей часто рисую, типа, для себя. Если там какая-нибудь супер важная работа для учебы, то я рисую, конечно, микронами или вообще там тушью, пером. А если просто так почирикать, то это вполне себе вариант. Конечно, она там размывается водой и тоже засыхает. И линия одной толщины, но в целом нормально. Но это не линер, а ближе к ручке. Потом. Есть еще такая штука, тоже от... Как это фирма-то называется? Сакура... Сакура. Ну, которая делает микроны. Это капиллярная ручка. И я ее тоже очень люблю, потому что, как бы, тут такой кончик, он опять сточился, который, как бы, позволяет прощерчивать тонкую линию и потом такую более толстую. Но из-за того, что этот кончик сточился, тут все линии одинаковые. Я ею очень часто просто закрашиваю пространство. Например, когда рисую какую-то такую работу, черно-белую графику, то где очень много мелких пространств, которые нужно заполнить черным, я ею рисую. Она тоже... Ой, ну... Она размазалась, но я хотела сказать, что она прикольная. Она водостойкая и не размазывается. Дальше. Я обожаю черные фломастеры. Я не знаю. Есть такой бренд G.O.T.O. Turbo Color. Я часто рисую черными фломастерами. Вот это очень прикольная фирма. Изначально мне показалось, что она отстойная, вот эти фломастеры. Но... Потому что, когда только я их купила, они очень... Были очень... Такими насыщенными. С них прям как будто капло. Но когда они немного подсохли, со временем стали прям суперкрутыми. И... Короче, я еще тут достала свои самые любимые цвета. Такой телесный, розовый и желтый. Я их очень люблю. Ну... Но, кстати, могу сказать, что у меня очень много фломастеров. Вообще. Это, например, из Ашана. И как-то... Именно фломастеры, мне кажется... Не знаю, не обязательно искать супер какие-то дорогие. Потому что, в целом... Ну, они все одинаковые. И это же не маркеры, которые там должны однотонно как-то красить. И... Не знаю. Мне кажется, что на фломастерах можно и сэкономить. Поэтому я вот этими тоже рисую. Но тут как бы... Наверное, цена зависит и качество от того, какой кончик. Потому что вот в этих вот так он выглядит. Ну, чтобы просто что-то закрасить, нормас. Сойдет. Так. Я вообще говорила о черных фломастерах. Вот это... В то же Фабер Кассел. Называется... Гри... Гриб Файн Пен. Ну, я ими просто пишу. В основном там слова... Какие-то... Редко делаю лайн. И, конечно, белая ручка. Белая ручка есть такая. Но это самое лучшее. Это от Сакуры. Какая-то она стрёмная и страшная. Грязная. То есть... Джейли Рол. Она хорошая. Нормальная. Самая лучшая среди белых ручек. Кстати, вот я сейчас начерикала и не видно. Но со временем она как бы становится яркой. Надо просто подождать. И еще есть... Тоже Джейли Рол. Я хотела показать обычную белую гелевую. Вот такая. В принципе, обычная гелевая. Ей тоже можно писать. Но вот у меня проблема всех гелевых. Что я теряю колпачки и они все засыхают. И это тоже засохло. В целом, как бы... Я думаю... Если принципиально цена, то можно купить такую обычную. Разницы особо нет. И вот такую. Так. Про линеры рассказала вроде. Чем еще рисую? Ну, как я сказала, рисую. Я люблю фломастеры. И я очень люблю разные дешевые фломастеры. Не знаю. Вот этот я вообще нашла у мамы. И мне он очень нравится. Он какой-то... Не знаю. Особенный. И где бы найти еще такой. Ну, у него прикольный кончик. Тонкий. Бывает. Есть. Как бы можно толстым рисовать. Не знаю. Это мой любимый фломастер. Он называется... By Luxor. I love Planet Happy. Отличный фломастер. Люблю его. Так. Есть еще... Такие... Что это такое? Это... Light Flash. Ой. Нет. Название. Это... Fit Artist Pen. В целом, это просто маркер, у которого более такой... Кончик, как у кисти. Но не совсем как у кисти, потому что он там не прогибается. Но... Короче, не знаю. Я тоже их люблю, потому что у них прикольная палитра. Такая. Есть еще зеленый, вроде. Ну, это просто фломастеры. Необычной формы. Формы. Фломастеры. Маркеры. Ну, маркеры. Я, наверное, скажу тоже про них. Я тут поставила... Ну, я заказывала огромный набор Fine Color. А сколько там было цветов? 72. Они, конечно... Блядь. Он засох. Так. Надо бы найти какой-нибудь незасохший. Ну, допустим, такой. Сейчас. Вот. В целом, я маркерами только заполняю какие-либо пространства там. И мне не особо важно, чтобы там был прям супер однотонный какой-то эффект. В целом, Fine. Вот эти с Алиэкспресса маркеры Normas. Прикольные. Потом я еще второй раз заказывала уже на выбор сама несколько цветов. Типа таких более телесных. И это Touch Five. Но, как я понимаю, это просто аналог тех первых. Потому что именно разницы в качестве особо нет. Тоже они тут ссыхают. В целом, у них прикольные цвета. Допустим, сейчас покажу. Мне очень нравится. И тут есть такой зеленый, фонтый, розовый. Целесный. Очень много телесных у них. Вот такие я сказала. Прям такие, как я люблю. Мне очень нравится, что у каждого цвета есть такое название. Например, там Green Vice. Skin White. Fruit Pink. Прям, не знаю, как будто палитра теней. Каких-нибудь. Джеффри Стар. Так. Что? А, самое главное, это карандаши, конечно. Какие у меня есть карандаши? Нам в институте говорят рисовать в основном. Ну, как бы никто ничего не говорит. Как бы рисуйте, чем хотите. Ну, в основном все преподаватели говорят рисовать вот этими кахеноровскими карандашами. Но я их не очень люблю. Как бы я... Ну, конечно, рисую. Но сейчас уже со временем как-то пытаюсь найти более нормальные карандаши. Вот 2B. Типа самый такой оптимальный вариант. Как говорят преподы. Ну, средний. Средний. Которому удобнее лучше всего рисовать. Как-то я кахенор не очень люблю. Потом, как бы замещение кахеноров. Такое. Это Афабер Кассел. Карандаши. Но они отличаются от кахеноровских тем, что они такие более... Как бы сказать... Вот кахеноровские более рассыпчатые. В них грифель, что ли. Типа вот рисуешь, и как бы видна текстура такая шероховатая поверхности. А в Афабер Кассел рисуешь, и в целом такой штрих получается более однотонный. Не знаю. Ну, в некоторых ситуациях это выигрышно, а в некоторых не очень. Но если вы так любите. Это, кстати... Тут вообще ни хрена не видно. Ой. Но это толщина... Ой, толщина. Твердость Аш. Я люблю отвершие карандаши. Так. Ну, есть разные. Есть такой жирный карандаш. Это для скетчей. Я раньше любила им рисовать. Сейчас не особо люблю. Но он какой-то слишком мягкий у меня. Тоже такой для скетчей. Не знаю. Я редко рисую сейчас скетчи. Его очень забавно точить приходится. Специальным карандашом. Ой, карандашом. Ножом таким. Не канцелярским даже, а с лезвием более твердым. Потом. Я очень люблю. Какая-то особенность моя. Карандаши из разных отелей, каких-нибудь магазинов. Типа мерч магазина или какой-то компании. Не знаю. Мне кажется, они лучше всего рисуют почему-то. И я ими как раз очень часто рисую. Не знаю. Есть в этом что-то такое. Как будто ты находишь свой собственный какой-то карандаш. И очень его любишь. Тебе кажется, что он лучше всех. Вот. Сейчас это у меня какой-то азимут Hotels. А был еще до этого. Я очень любила один карандаш, но потеряла его тоже из какого-то отеля. Так. И еще есть такой карандаш. Типа это полностью грифель без дерева. Ну, это, типа, чтобы закрашивать поверхность боковой стороной карандаша. Типа, когда ты что-то такое масштабное рисуешь. Тоже для учебы подойдет. И, конечно, механические карандаши. Я их использую как лайн. Ими делаю часто. Но в целом я очень люблю механические. И такой есть, такой. Вот эти мне чаще рисую. Но тут, кстати, грифель надо поменять. Он выпадает. Это... Мне кажется, фирма не важна. А главное, какой грифель. И, допустим... Ща. Хотела... Вот такие грифели я в основном покупаю B. Не знаю. Типа такой более мягкий. Вот недавно такой нашла где-то тоже. Ну, обычный карандаш. И такой есть обрезанный и стрёмный. Это еще у меня со школы он остался. Его очень больно нажимать. Потому что тут, типа, какой-то обрезанный пластик. Но тут, кстати, грифель 0,7. Более твер... Ой, более... Толстый. Да. Вот. Карандаши. Что еще есть? А, кстати. Что-то я неправильно начала свой рассказ. Так, давайте тогда по-другому начну. Как бы сначала, когда я рисовала раньше, то я делала, как бы, такой скетч. И в основном у меня кошка зевает на заднем плане, сейчас она пройдет мимо. Надо подождать. Надо подождать. Это, я считала какой-то своей фишкой, то, что, как бы, я выбирала какой-нибудь оттенок от цветного карандаша, там, красный или, может, фиолетовый. И рисовала им, потом рисовала, допустим, беру, там, какой-нибудь такой карандаш. Рисую скетч. Рисую скетч. Сильнее. Ну, как бы, если посильнее, более точно рисовала детали. А потом уже... А, не-не-не, блин. Короче, я уже забыла просто. Сначала я стирала цветной карандаш. Потом рисовала простым. А потом уже делала лайн. Делюсь просто секретами. Блин, жалко, что вот этот линер уже вздыхает совсем. И дальше просто стирала там подложку, если так можно выразиться. И, ну, почему-то тут стерся и лайн, сделанный линером. Ну, ладно. И потом уже чаще всего я рисовала тушью, смешанной с водой, черной и красной. Как бы, если кто-нибудь помнит. Вот. И благодаря тому, что я изначально рисовала цветным карандашом, то рисунок приобретал такой легкий оттенок. Красный, в данном случае. Или оранжевый. Такой лайфхак. Так вот. И возвращаясь к карандашам. Вот это, я считаю, просто изобретением, не знаю, богов, гениев. Это должно быть у каждого человека. Ладно, не должно быть, но просто я очень люблю этот карандаш. Особенно, вот как раз, Кахиноровский. Потому что он прям так прикольно размазывается. Ну, типа, прям. И очень хорошо стирается, кстати, эластиком. Ну, прям, если так потереть хорошо, то он почти полностью стирается, как простой. И это очень удобно в некоторых случаях. Есть такое замещение, найденное в Ашане, вроде. Это, этот карандаш хорош тем, что его можно как бы потоньше заточить. Потому что у меня нету точилки специально вот для такой толщины карандашей. И поэтому я точу его вручную канцелярским ножом. Этим, ну, как бы более перерабатываю детали там. Но он не очень хороший по качеству. Но в целом терпимо. Так, вообще, я уже говорила то, что я люблю очень красные карандаши. У меня они все почти очень сильно сточены. Вот это прикольно я нашла недавно. Не знаю, где, в буквоеде, что ли, Милан. Очень нравится, что у него такой неоновый цвет. Я люблю всякие искать инструменты, необычные. Очень нравится их покупать, пробовать что-то новое. Так, и, а здесь просто простой. Ну, простой здесь, кстати, очень плохой. Какой-то очень странный. И вот это очень прикольные карандаши тоже. Это типа грифель, где несколько цветов. И вот этим карандашом можно нарисовать полностью рисунок. И, допустим, там, если рисовать какой-то одной стороной... Но он вообще тут тупой, и это не очень получится. Допустим, там я рисую такой и цвет в основном синий. А потом, там, закрашиваю красным как-то. И уже, там, получается что-то интересное. Вот. Тоже Кахинор. Я, кстати, пыталась найти такой в магазине, чтобы купить новый. Но не нашла что-то. Это мне тоже подарила одногруппница. Я не знаю, где она его нашла. Но это такой же аналог. Может, менее качественный. Но здесь очень хорошие цвета. Мне нравятся, типа, голубой. Ни хрена не видно. Голубой, оранжевый, фиолетовый, розовый. Тоже, типа, такого. Но он менее жирный. В целом, почти одинаковые они. Так. Кошка ходит туда-сюда. Не знаю. Я очень много могу рассказывать, потому что у меня тут лежит просто до хрена всяких карандашей, фломастеров, всего остального, которое накопилось за столько лет. Но я в основном рассказала про основное, чем я рисовала или рисую сейчас. Могу сделать, кстати, вторую часть, если вам понравится. Потому что, например, рассказать про кое-нибудь тушь или какие-нибудь краски, какую акварель я использую, если вам интересно. А пока, наверное, все. Не знаю, зачем я спасала это видео, но мне понравилось говорить. Опять кошка прошла мимо. Так что вот. Спасибо за внимание. Я пытаюсь вспомнить, все ли я рассказала. А, ну еще, наверное, хочу рассказать. Вот, у меня есть такая стерка и такая. Сейчас, забавно. Где еще мои маленькие стерочки? Ой. Вот. Они такие крошечные, потому что это вообще изначально ластики со слоном, но нам говорят, что их нужно разрезать, как бы чтобы кончик был более тонкий, чтобы удобно было прорабатывать тонкие детали. И поэтому со временем становятся такими милыми, маленькими. Вот. Это мои ластики. Так, ладно, возвращаюсь к концу. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Не грустите. Занимайтесь какими-нибудь интересными делами, которые вам очень нравятся. Пока.